всем привет сегодня мы с вами разберем все задания из кима в которых встречается геометрия то есть посмотрим каких задач и встречается геометрия и какие примерно задания бывают на каждой позиции ким то есть посмотрим и первую часть и вторую часть все что есть по геометрии принципе наугой меня зовут надежда ковалевская я готовлю учеников к егэ и угэ уже 11 лет и за все время своей работы выпустила более двадцати трех тысяч выпускников и конечно же давайте посмотрим кратко что будет на этом занятие поговорим о том вообще обязательно ли решать геометрию для угэ да обязательно ли решать ее на тройку на четверку на пятерку про это и посмотрим как раз таки вот эти вот все типы задач по геометрии и так обязательно ли решать геометрию на экзамене на самом деле да каждому нужно решить хотя бы два задания по геометрии правильно для того чтобы перейти порог и чтобы перейти порог нужно набрать восемь баллов целом да и минимум две задачи из них должны быть по геометрии решены правильно что это значит это не значит что ну как бы вот все две задачи по геометрии обязательно готовим да это значит что готовим минимум три-четыре лучше задачи потому что но если вы где-то ошибетесь там например посчитаете что-то неправильно или просто от стресса на экзамене, забудете, как решать задачу, то, естественно, вы просто не получите этот второй балл, допустим, и тут уже не перейдете порог. То есть это опасно. Опасно готовить только две задачи. Конечно же, лучше готовить все задачи из первой части, их там пять штук на самом деле, но если вам очень тяжело дается математика в целом, можете хотя бы четыре задачи, все, кроме шестнадцатой, из первой части готовить, они проще. Шестнадцатая, наверное, самая сложная. И также по поводу четверок-пятерок. Помните, ребят, что геометрия занимает более тридцати процентов кима. На самом деле это примерно треть кима, это геометрия. Так вот, ее нужно обязательно очень хорошо разобрать для четверки и тем более для пятерки. Для четверки, опять же, если на тройку уж мы готовим четыре задания, то есть почти всю первую часть по геометрии конкретно, то на четверку, естественно, мы стараемся готовить все задания, все пять заданий первой части. На пятерку нам нужно готовить геометрию из первой части, получается, и также можно посмотреть хотя бы некоторые задания второй части, хотя бы двадцать третья. Очень рекомендую к нему присмотреться. Оно на самом деле очень даже несложное и не сильно сложнее первой части. Иногда даже задачи бывают по сложности как будто бы одинаковые. Единственное, там оформление нужно во второй части, а первой не нужно. Вот, то есть двадцать третью точно стоит смотреть. И также, если вы уже претендуете на высокий балл на ОГЭ, то есть хотите написать на максимум, или в будущем планируете, например, сдавать профильную математику, то есть дальше поступать куда-то с математикой, то очень рекомендую вам решать, в принципе, ким до конца и геометрию смотреть второй части целиком. И двадцать четвертое, и двадцать пятое задание тоже. Итак, давайте посмотрим, какие вообще задачи встречаются. Задача номер пятнадцатый. То есть с пятнадцатого по девятнадцатый номер идет геометрия первой части, потом уже начинается вторая часть, и с двадцать третьего по двадцать пятый идет геометрия второй части. Смотрим сначала первую часть, потом вторую. Итак, задача номер пятнадцать. Дан равнобедренный треугольник АВМ с основанием АМ. То есть нам сказали, что треугольник равнобедренный, и что именно основание у него АМ. То есть не вот это основание, не вот это основание, а основание АМ. Что это значит? Основание в равнобедренном треугольнике – это та сторона, которая не равна двум другим, а две другие, наоборот, боковые стороны, и они друг другу равны. То есть именно эти стороны получаются друг другу равны. Треугольник равнобедренный. Супер! У него внешний угол, сказали, при вершине М, равен 113 градусов. Вот вам его тут изобразили тоже, то есть тут чертить самостоятельно что-то не нужно. То есть продолжили сторону, и образовался вот здесь вот внешний угол. Так он и образовывается. И он равен 113 градусов. Нужно найти, чему равен угол АВМ. Где угол АВМ? АВМ – это вот этот угол. То есть его нам нужно найти. Угол В треугольника по-другому. Хорошо. Что будем делать? Что мы знаем про внешний угол? На самом деле внешний угол, он у нас всегда будет смежный с внутренним углом треугольника, с одним из внутренних углов треугольника. То есть смежные что значит? Они у нас расположены, посмотрите, вдоль одной прямой, и, естественно, в сумме дают 180 градусов. Это смежные углы, они в сумме равны 180 градусов. То есть они вместе составляют вот этот развернутый угол. 180 градусов. Получается, мы можем найти угол АМВ, который, кстати, точно такой же, как вот этот угол. Почему? Это же равнобедренный треугольник, и у него углы при основании равны. Получается, этот угол равен этому. То есть угол АМВ равен углу А можно написать, или углу БАМ, например. И чему это равно? То есть как найти этот угол? Нужно из 180 вычесть 113 градусов. Давайте так и сделаем. Получим, значит, 67 градусов. Это вот эти углы. И как нам теперь найти тот угол, который нас спрашивают? Ну, конечно же, нужно знать, что сумма углов в любом треугольнике равна 180 градусов. То есть если я сложу этот угол, этот угол и этот угол, в сумме получу 180. Значит, чтобы найти угол Б или угол АВМ, да, это одно и то же здесь, угол Б треугольника мне нужно из 180 вычесть два вот этих угла по 67 градусов. То есть я могу вычесть дважды 67. Далее эти углы складываем и 180 вычитаем. У нас получается 134 вот тут, да, и 180 минус 134 – это 46 градусов. Все. Ответ – 46. Кстати, в ответ мы не пишем единицы измерения, да, в бланке. То есть мы пишем просто число, которое у нас получилось. 46, значит, пишем 46. Без всяких градусов. В первой части обязательно делаем так, да, то есть в бланк мы не пишем единицы измерения, только число. Идем к следующему заданию номер 16. И я хочу вам напомнить, да, что у меня есть еще свой личный, не телеграм-канал, а ютуб-канал. Да, телеграм-канал тоже есть. И там есть много уже полезных разборов от меня, то есть больше, чем на этом канале, например. Вы их тоже можете посмотреть, если перейдете сюда. Есть ссылочка под этим видео, да, то есть можете оттуда перейти на мой ютуб-канал, он называется «Математика» с Надеждой Ковалевской. И получается, там уже есть, ну, например, вот такие видео, да, там, по шинам, по листам, допустим, если задание 1.5, все уравнения для ОГЭ, проценты с нуля, да, там, и так далее. Другие тоже полезные видео. Хорошо, номер 16 смотрим. Четырехугольник АВСД со сторонами АВ равно 5, ВС равно 8, СД равно 7. Вписана окружность, и нужно найти сторону АД. Задание, в котором у нас, где у нас вписана или описана окружность, да, кажется, ну, уже невероятно каким-то сложным, да, то есть оно обычно выше на уровень по сложности. На самом деле, если вы тут знаете всего одну теорему, вы очень легко можете его решить. Показываю. Значит, все отмечаем. АВ равно 5, сказали, ВС равно 8, СД равно 7, и вот нужно найти АД. Какую теорему нужно знать? Про четырехугольник. Если у нас в четырехугольник вписана окружность, то есть она внутри, а тут написано, что она вписана в этот четырехугольник, да, получается, что суммы противоположных сторон будут равны. Вообще, это условие для того, чтобы в четырехугольник можно было вписать окружность. То есть без этого условия, если суммы противоположных сторон равны, не будут четырехугольники, то в него не получится вписать окружность. А если уж получилось вписать окружность, то эти суммы у нас будут равны. Получается, если мы это знаем, мы спокойно записываем 5 плюс 7 равно АД плюс 8. Получается, 5 плюс 7 – это 12, и это равно АД плюс 8, то есть АД – это 12 минус 8, ну, или по-другому, 4 плюс 8 – это и будет 12. АД равно 4 отсюда. Получается, что АД равно 4. Все, задачу решили. Очень быстро и просто, зная просто теорем. Ребят, если у вас проблемы, например, есть с геометрией, и вы, например, вообще практически не знаете теоремы и формулы, то что рекомендую? Рекомендую постепенно, по порядку их разобрать, пройти. То есть проходите несколько теорем, смотрите, как они применяются в задачах, пробуйте их применять в задачах, идете дальше. И, в принципе, геометрию стоит разбивать на виды фигур, то есть, например, сначала пройти все по треугольникам, потом по четырехугольникам, это у нас параллелограммы, трапеции, допустим, да, квадрат, прямоугольник и так далее. Также по треугольникам, если что, про обычные треугольники пройти, различные факты, правила, формулы, и также рассмотреть виды, там прямоугольный треугольник, про него отдельно достаточно много фактов, про, допустим, равнобедренный треугольник все рассмотреть, про правильный треугольник тоже все рассмотреть и так далее. Потом четырехугольники, а потом уже окружности, отдельные окружности, там есть вписанные центральные углы, вот это вот все, и потом уже вписанные и описанные окружности. Мы вот так с ребятами как раз все это проходим на курсе по порядку, то есть, чтобы у вас постепенно одна за другой теоремки укладывались, и чтобы вы каждый раз видели, как каждая теорема применяется на практике. Итак, номер 17 смотрим. Дан параллелограмм А, В, С, Д. Известно, что С, Д равно 9, А, Д равно 12, и площадь этого параллелограмма А, В, С, Д равна 72. Нужно найти высоты параллелограмма. Вот их тут провели уже для вас, специально, чтобы вы не думали, а где вторая высота. Итак, вот у нас одна высота у параллелограмма, вот другая высота параллелограммы, которая отличается от нее. У параллелограммы есть две различные высоты. Одна проведена к одному основанию, другая проведена к другому основанию. Хорошо. Известно, что С, Д равно 9, А, Д равно 12, и площадь равна 72. Площадь параллелограмма. Нужно найти вот эти вот высоты и в ответ записать большую из высот. Давайте найдем все высоты здесь. Как это сделать? Нам дана площадь. Зачем нам дана площадь? Если мы вспомним формулу площади, а вообще, когда вас спрашивают про площадь, то есть нужно найти площадь, или если вам задача дана площадь, ребят, обязательно вспоминайте формулы площади, которые вы помните. Самая простая формула площади – это основание на высоту. Это формула площади параллелограмма. При этом, ребят, на самом деле площадь параллелограмма можно найти, если мы умножим это основание на эту высоту, будет площадь, да, и также я могу умножить это основание на эту высоту. Я тоже получу ту же самую площадь параллелограмма, да, потому что это один и тот же параллелограмм, у него площадь получится одной и той же, естественно. Получается, я могу взять любое основание, главное – к нему провести высоту и через эту парочку основания высота искать площадь. То есть давайте так и сделаем. Например, у нас площадь параллелограмма с одной стороны – это 12 умножить на вот эту высоту, пусть она будет BH, например. 12 умножить на BH. И мы с вами знаем, что площадь равна 72. Тогда мы отсюда можем сразу найти высоту BH. То есть нам нужно 72 поделить на 12, мы получим 6, да, 6 получается. Это BH. Тут давайте тоже какую-нибудь букву поставим. М, например, BM будет вторая высота. И, естественно, точно так же мы можем записать, что площадь у нас равна 9 умножить на BM. И это равно 72. Получается, чтобы найти BM, мне нужно 72 поделить на 9. Это будет 8. То есть эта высота у нас будет больше. В ответ нас просят записать большую из высот, значит, 8 пишем в ответ. Естественно, из-за того, что площадь одного и того же параллелограмма будет одинаковой, чем у вас больше основания, тем будет меньше высота. То есть к большему основанию будет проведена меньшая высота. И к меньшему основанию большая высота. Для того, чтобы сохранился баланс, да, и произведение оставалось неизменным. Одно увеличили, другое нужно уменьшить. Переходим с вами к следующей задаче, номер 18. На клетках изобразили ромб. Нужно найти его площадь. Так, его площадь. Если размер клетки 1 на 1 см. И нужно ответ записать в см2. Итак, мы вспоминаем опять же с вами, как находится площадь ромба. У нас есть формулы площади такие. Например, основание нужно умножить на высоту. Это формула площади ромба. Также есть формула площади ромба через диагонали. Так, это 1,2, D1 на D2. И на самом деле, ребят, при решении задач на клетке, при нахождении площади ромба, чаще всего нужна как раз вот эта формула через диагонали. Обычно ромб изображают вот таким вот образом. И мы как раз-таки с вами можем посчитать длины диагонали. Диагонали ромба перпендикулярны всегда у нас. И вот они поэтому расположены таким образом и легко считаются у нас по клеткам. Получается, здесь у нас 4 и еще 4 – это 8 клеток. А это диагональ 4 клетки. Каждая клетка имеет размер 1 см на 1 см, значит, у нас 8 см и 4 см каждая диагональ. Получается, чтобы найти площадь, 1,2 умножаем на 4 и умножаем на 8. Когда умножаем на 1,2, это то же самое, что мы делим на 2. Например, 4 делим на 2, будет 2. Умножаем на 8, получим 16. Это ответ. 18 задание – одно из самых простых. Самые простые, вот 15 и 18 как раз-таки. Если думать о минимальных двух заданиях, за которые можно получить балл, я советую обратить внимание на эти задачи. Но, конечно же, еще 17 задание, 19 задание тоже старайтесь разбирать, чтобы попробовать тоже их решить на экзамене, чтобы у вас был какой-то запас. Задача номер 19. Тут нам даются утверждения и спрашивают, какие утверждения верны. И нам нужно выписать номера верных утверждений в ответ. Может быть, одно верное, может быть, два верных, например. Итак, получается, есть верных утверждений несколько, запишите их номера в порядке возрастания, без пробелов, запятых и других символов между ними. Площадь квадрата равна произведению двух его смежных сторон. Верно или нет? Давайте посмотрим на квадрат. Как находится площадь квадрата? Ну, нужно его сторону в квадрат возвести, помните, да? А в квадрате – это площадь квадрата. А что такое А в квадрате? Это А умножить на А. То есть, по сути, мы с вами перемножаем, как будто бы основание на высоту или длину на ширину, то есть, как у прямоугольника, просто стороны равны, поэтому А на А умножается и будет А в квадрате. То есть, действительно, на самом деле, площадь квадрата равна произведению двух его смежных сторон. Это верно. Так и есть. Перемножим две стороны и получим площадь. Второе. Средняя линия трапеции равна сумме ее оснований. Верно или нет? Вспоминаем трапецию. Средняя линия трапеции равна сумме оснований. Ну, даже если вы посмотрите на эту картинку, да, то есть, посмотрите, основание В, оно длиннее, чем средняя линия будет, любая. То есть, если мы еще к нему добавим А основание, вот так, да, но явно это не будет равно длине средней линии. Конечно, нет. Да, если помните, средняя линия трапеции равна полусумме ее оснований, то есть, нужно найти сумму и поделить на 2, поэтому это неверно. Хорошо. Две различные прямые, перпендикулярные третьей прямой, параллельны. Две различные прямые, перпендикулярные третьей прямой, параллельны. Верно или нет? Тут можем попробовать изобразить вот эту вот прямую, которой все должно быть перпендикулярно. То есть, изображаем прямую, и получается, нам нужно взять 2 прямые, которые ей перпендикулярны. Например, ну, как я могу провести перпендикулярную ей прямую? Ну, только вот так, да. Могу на разном уровне это сделать, но наклон будет один и тот же. Ну, в данном случае горизонтальный, потому что исходную мы провели вертикально. Получается, что и это перпендикулярно, исходной нашей прямой. И если я проведу вторую прямую, которая тоже будет перпендикулярно нашей прямой, здесь, или здесь, или там, или еще ниже, или еще выше, у нас в любом случае, ну, чтобы угол был 90 градусов, в итоге вот эти прямые будут параллельны друг другу, конечно же. Естественно, если две прямые у нас перпендикулярны третьей прямой, то они между собой будут параллельны. Получается, это утверждение верно, и мы берем в ответ первое и третье, и записываем ответ вот таким образом – 1, 3. То есть берем номера верных утверждений и записываем их по порядку. Ну что, ребят, мы с вами тут разобрали вообще-то всю первую часть по геометрии уже. И я хочу вам напомнить, что вообще в Киме по… в Киме ОГЭ у нас встречается не только геометрия, но и алгебра. И у меня для вас есть подарочек. Вы можете забрать файлик со всеми формулами по алгебре в моем телеграм-канале. То есть можете перейти по QR-коду, либо по ссылке в описании. Чем он крут, да? Там не просто все формулы по алгебре, которые вам нужны. Тут, посмотрите, вот таким значком отмечено то, что вам дадут на экзамене в справочных материалах. То есть по этому файлику сразу видно, что у нас будет в Киме прямо в справочных материалах, то есть вам вместе с заданиями выдадут еще справочный материал, и вы сразу видите, что там будет у вас на экзамене, а чего не будет, например, то есть то, что вам нужно точно знать наизусть. Поэтому забирайте файлик, можете прямо сейчас перейти, лучше прямо сейчас перейти, чтобы не забыть, по ссылочке в описании или по QR-коду в телеграм-канал. Переходите там в закрепленном сообщении, можете найти материалы для ЕГЭ, для УГЭ, и для УГЭ смотрите файлик со всеми формулами по алгебре. Вот такие дела. Также можете подписаться на канал, потому что там мы часто практикуемся, решаем какие-то задачки, да, что-то разбираем, в принципе, новости какие-то по экзаменам я пишу и так далее. Переходим с вами к следующему заданию номер 23. Это задание уже второй части УГЭ по математике, и здесь кроме решения задачи нужно еще уметь правильно это все оформлять. Мы сейчас на оформлении не будем, конечно, концентрироваться, потому что оформление это по факту отдельная тема, да, и попробуем просто посмотреть, а что вообще в этих номерах встречается и какие по сложности задачи даются, да. Например, в параллелограмме АВС и Э провели бисектрису АЛ, точка ЭЛ принадлежит стороне ВС и делят ее на два отрезка. ВЛ равно 6, СЛ равно 13. Нужно узнать, чему равен периметр параллелограмма АВС и Э. Итак, нам нужно самостоятельно изобразить чертеж к задаче. Тут написано в параллелограмме АВС и Э. То есть у нас есть какой-то параллелограмм. Давайте изобразим параллелограмм, как он выглядит примерно так. Напоминаю, что это четырехугольник, у которого противоположные стороны попарно-параллельны. Это параллельно этой, это параллельно этой. Противоположные стороны также у него равны, например, по свойствам. Итак, здесь провели бисектрису АЛ. АЛ получается АВС, наш параллелограмм, и проводится бисектриса. Из угла А получается, потому что АЛ, да, и куда-то. Точка Л принадлежит стороне ВС, то есть у нас бисектриса пойдет куда-то сюда, на эту сторону. Проводим отрезочек примерно так, чтобы он у нас разбил угол А пополам. Да, стараемся так сделать. Ну, допустим, вот так провели. Хорошо. То есть АЛ – это у нас бисектриса угла. Если у нас где-то проведена бисектриса, сразу отметьте на чертеже, чтобы вы ее видели. То есть вы, если не отметите на чертеже, вы, скорее всего, забудете, что это бисектриса, что у вас вообще-то равные углы здесь. Окей. Точка Л принадлежит стороне ВС, сказали, и делит ее на два отрезка. ВЛ равно 6, СЛ равно 13. То есть точка ИЛ делит сторону ВС на два отрезка. И этот ВЛ, который равен 6, тут у нас получается 13. Супер. Нужно узнать, чему равен периметр параллелограмма АВСФ. То есть что нам нужно найти? Нам нужно найти сумму длин всех сторон. Сложить эту сторону с этой стороной, с этой стороной и с этой стороны. Отлично. Итак, что мы можем здесь найти? То есть нам нужно найти все четыре стороны параллелограммы. И что мы можем найти в первую очередь? Ну, конечно же, сторону АФ. Да? Сторону АФ можно найти. Каким образом? Если вы знаете свойства параллелограмма, а их знать очень важно для решения задач и первой, и второй части, то вы наверняка вспомните, что противоположные стороны параллелограмма равны попарно. То есть сторона АВСФ у нас равна стороне АФ, а сторона АВ равна стороне СФ. Это свойства параллелограмма. Противоположные стороны равны. Получается, АФ у нас будет чему равна? 6 плюс 13. Сторона АВСФ – это 6 плюс 13. И сторона АФФ, соответственно, тоже 6 плюс 13. Можно написать, что она равна стороне ВСФ, например, и равна 6 плюс 13. У нас получится здесь 19. Супер! Что-то хотя бы нашли. Ребят, напоминаю, что здесь лучше всего будет корректно оформлять все, делать все по порядку, пошагово, а сейчас решаем без оформления пока что. Хорошо, получается, что сторона АЕФ равна 19. Дальше. Дальше нам нужно как-то найти и эти стороны. И вот это вот обычно вообще сразу непонятно, как это сделать. Нужно что здесь заметить? Ну, во-первых, вам не просто так, наверное, дана бисектриса. Зачем-то она нужна. Ну да, она делит угол пополам. Но мы не знаем даже сам угол А, половинку угла А, да, ничего не знаем, как будто бы. Но на самом деле в параллелограмме нужно замечать вот какую штуку. Что если внутри параллелограммы вы проводите какую-то бисектрису, например, или просто какой-то отрезок, да, помните, что стороны параллелограмма параллельны. И посмотрите на эту картинку внимательно. У нас есть две параллельные прямые и секущие. Многие думают, а где применяются эти теоремы с параллельными прямыми и секущими. Например, здесь в параллелограмме у него противоположные стороны попарены параллельно. И вот эти вот две стороны можно рассмотреть как параллельные прямые и секущую. Хорошо. Тогда посмотрите, у меня вот этот и этот угол получаются накрестлежащими. То есть они будут друг другу равны. Да? Они будут друг другу равны. То есть угол ЛАФ или ФАЛ ФАЛ будет равен углу БЛА. Потому что они у нас накрестлежащие. Кстати, в оформлении вам нужно будет писать, вот если вы пишете накрестлежащие углы, нужно будет писать, при каких параллельных прямых и секущей это происходит. То есть что это именно при параллельных прямых ВС и АФ и секущей АЛ. Хорошо. Получается, что эти углы накрестлежащие. Супер. И что это нам дает? Нам дает это. Вот этот треугольник, в котором два угла равны. То есть угол БЛА у нас равен вот этому. И также, так как эти углы тоже между собой равны, получается, что вот эти два угла равны. А это два угла одного треугольника. Если два угла в треугольнике равны, значит, он равнобедренный. Получается, этот треугольник АБЛ равнобедренный. И у него есть основание. А углы же при основании равны. Вот у нас есть основание. Вот углы при основании равны. И есть боковые стороны. Боковые стороны – это те, что отличаются от основания. Они друг другу равны, а основание им не равно. получается остальные стороны это боковые и они друг другу равны то есть и эта сторона равна этой на тоже будет 6 не смотрите на то что по картинке как будто бы тут кусочек у нас меньше чем этот кусочек параллелограмм можно было изначально изобразить как угодно и ну скорее всего естественно мы его изначально не супер правильно изобразили но это не страшно то есть мы делаем чертеж как такую схемку то есть это схематичное изображение оно не должно быть супер точным каким-то вот главное то что вы подписали если вы подписали что здесь 6 и здесь 6 что они равны значит они там действительно равны получается это шестерки у нас тогда сторона а б равна стороне c и то есть нас получилось что треугольник а б и равнобедренный с основанием а и и стороны а б и б и друг другу правы получается сторона а б и б иль у нас равны да и равны 6 тогда тогда cf вот эта сторона равна стороне а б тоже равна 6 и и отсюда мы уже можем найти периметр параллелограмма а б ц и и получается нужно сторону 6 умножить на 2 и сторону 19 умножить на 2 здесь тоже 19 тут получается 38 тут получается 12 12 плюс 38 будет 50 и это ответ так хорошо вот примерно так решает эта задача то что мы должны были здесь сделать а во первых знать свойства параллелограмма про то что него противоположные стороны равны и если эта сторона 19 значит это тоже 19 потом мы должны заметить что у нас параллелограмме вообще-то есть параллельные стороны и это параллельные прямые и секущие и у нас напоминаю да что при параллельных прямых и секущие образуются углы различные есть там соответственно и есть односторонние и есть накрыс лежащий вот эти углы например накрыс лежащий да и они у нас вот здесь как раз и получились между вот этими параллельными прямыми и секущий я не другого равны накрыс лежащие углы равны получается эти углы равны значит и этот угол будет в итоге равен вот этому углу и получается здесь равнобедренный треугольник и эти стороны равны по 6 эта сторона равна 6 эта сторона равна тоже 6 все стороны нашли все сложили получили периметр переходим к следующему заданию номер 24 эта задача на доказательство и тут у нас пропиция дается и так bc и а д это основание трапеции а bc д точка и r точка пересечения диагонали трапеции нужно доказать что треугольники какие-то там равны хорошо давайте попробуем изобразить какую-то трапецию у нас получается это на супер равнобедренные получилось сделаем что было не супер равнобедренная то есть нас просто трапеция хорошо трапеция а bc д получается да и у нас bc и а д должны быть основаниями то есть а вот здесь например b c d bc тогда будет основанием а д будет основание основание в трапеции это параллельные стороны трапеция вообще-то четырехугольник у которого две противоположные стороны параллельно друг другу а две другие не параллель и ну давайте кратко выпишем что нам дано для себя что а bc d получается эта трапеция так при этом bc и а д это основание основание точка и r это точка пересечения диагонали трапеции принципе можно было конечно не выписывать ладно точка r это получается точка пересечения диагонали так значит нужно в трапеции провести диагонали и они пересекутся в точке r давайте так и сделаем получается проводим диагонали они пересекаются в точке r хорошо нужно доказать что у нас равны площади треугольников а b r и c d r где они а b r это вот этот треугольник c d r это вот этот треугольник причем они могут быть сами не равны друг другу сами треугольники да но площади у них должны быть одинаковые и нужно это доказать хорошо доказать что площадь 3 площадь а b r напишу равно площади c d r супер что будем делать ну вообще пока непонятно что у этих треугольников общее нам естественно ничего не дано дай нам не дано не основанию этих треугольников не высота у этих треугольников не какие-то другие общие длины сторон величины до углы что-нибудь вообще ничего не дано и нужно доказать что равны площадь и так у нас получается здесь на самом деле нужно рассмотреть сначала другие треугольники сейчас покажу посмотрите если мы посмотрим на вот этот треугольник а б д вот такой и посмотрим на вот этот треугольник c а д на самом деле вот у них будут равны площади почему давайте проведем высоты например я проведу высоту трапеции б аж какую-нибудь ну давайте я подпишу ее аж и еще одну высоту трапеции проведу естественно будет точно такая же аж и и посмотрите вот как найти площадь вот этого треугольника нам нужно а д умножить на вот эту высоту ну и поделить на 2 или умножить на одну вторую одну вторую на основание на высоту площадь треугольник как найти площадь вот этого треугольника нам нужно опять же половину умножить на основание а у них основания совпадают и на такую же высоту то есть площади вот этих треугольников они будут равны вот этого треугольника так и например вот этого треугольник площади вот оранжевого треугольника зеленого треугольника они одинаковые у них основания совпадают высота одинаковые высоты равны получается что нам это дает вот посмотрите вот этот большой треугольник состоит из чего из вот этого треугольника и вот такого треугольника зеленый вот этот большой треугольник он состоит из вот этого треугольника и опять же вот этого треугольника то есть площади больших треугольников равны и они состоят каждый из этого большого треугольника из из двух площадей вот этих треугольников, площади которых должны быть равны, и мы должны доказать, что площадь у них равна. Именно так мы с вами и докажем, что они равны, потому что, еще раз, у нас равна площадь вот этого треугольника с вот этим треугольником. Они равны, потому что основания на высоту и на 1 вторую, и там, и там одинаково будут. И каждый из них состоит из вот этого треугольника и вот этой части. Один из этой, другой из этой. То есть, когда мы возьмем площадь треугольника АРД и к нему добавим площадь любого из наших треугольников, у нас должна получиться одна и та же площадь, одно и то же число. Это как раз-таки значит, что площади вот этих треугольников в итоге будут одинаковыми. Итак, давайте запишем такое кратенькое решение. Опять же, напомню, что здесь пока что не оформляю прям идеально. Просто кратенько, чтобы вы понимали суть вообще решения задачи. Итак, доказательства примерные. У нас получается вот площадь треугольника АВД. С него мы начали. И это 1,2 на АД и на высоту H. Площадь вот этого треугольника. 1,2 на основании АД и на высоту H. Площадь треугольника вот этого САД – это 1,2, получается, на ту же самую АД и на ту же самую высоту H. Хорошо. Дальше. Дальше, получается, мы должны выразить вот эти вот площади. Получается, что площадь вот этого АВ… АВР треугольника, да, вот, которого мы ищем. Так, площадь треугольника АВР – это что такое? АВР. Это площадь АВР минус вот этот треугольник. Это площадь АВР минус треугольник АРД, по-моему. Так, да, АРД. Площадь вот этого треугольника СРД. Площадь треугольника СРД – это, получается, площадь не АВР, а САД вот этого треугольника минус, опять же, эта площадь. Это площадь САД минус площадь треугольника АРД. При этом, посмотрите, площади АВД и САД одинаково, они равны друг другу. Да? АВД и САД, они друг другу равны. Получается, что эти площади равны, и мы из одного и того же числа вычитаем площадь треугольника АРД. Получается, конечно же, у нас в итоге вот эти треугольники тоже, точнее, площади этих треугольников тоже будут равны. Это не грустный смайлик, а обозначение того, что они равны. То есть все получается, что площадь треугольника АВР будет равна площади треугольника СРД. Ну и ЧТД. Тут в этой задаче нет ответа, да, она на доказательство, поэтому нужно доказать и записать ЧТД. Примерно так. То есть это, в принципе, идея решения, как это все решать. Понятно, что нужно еще время потратить на оформление, но так как у нас ограниченное время ролика, мы все-таки здесь пока этого делать не будем. Задача номер 25 давайте тоже посмотрим, да, самая сложная задача на экзамене по математике. Но я вас на самом деле обрадую, без 25-й задачи можно получить спокойно пятерку. Пятерку вы получаете, даже если решите всю первую часть и только два задания второй части. Даже если в одном из двух заданий вы получите не два балла, а один балл. То есть вам хватит этого на пятерку. То есть даже если два задания решили, чуть-чуть ошиблись где-то в одном задании, но по критериям так, чтобы вам дали хотя бы один балл за это задание, то вы уже переходите порог пятерки. Но, конечно же, стоит брать задания с запасом и задания повышенного уровня сложности, это как задача 25, стоит разбирать тем ребятам, которые, например, планируют в будущем сдавать профильную математику. Но давайте в любом случае посмотрим, что здесь бывает и какие примерно могут быть задания. Итак, А, Б, Ц, Д – это выпуклый четырехугольник. На стороне А, Д отметили точку М, которая делит стороны пополам и равна и удалена от всех вершин четырехугольника. Пока сложновато, да? Итак, А, Б, Ц, Д – выпуклый четырехугольник. То есть это ни трапеция, ни параллелограмм, ни какой-нибудь ромб, да, просто четырехугольник. Ну, давайте его как-нибудь изобразим. Например, вот как-то вот так, допустим. Хорошо. Сказали, вот стороны получается А, Б, Ц, Д. И у нас получается на стороне А, Д отмечается точка М, которая делит сторону пополам и равна и удалена от всех вершин четырехугольника. То есть от вершины А, от вершины В, она на такое же расстояние отходит. То есть здесь у нас такой же отрезок, да? От вершины С, она на таком же расстоянии находится. И вот эти все четыре отрезка, они одинаковые, да? То есть от всех вершин она находится на одном и том же расстоянии. Хорошо. Известно, что сторона В, Ц равна 22. Подпишем. Угол В, вот этот весь, но чтобы тут не очень красиво получится подписывать, давайте рядом напишу, что угол В у нас равен 108 градусов, угол С равен 132 градуса. И нужно найти, чему равна сторона А, Д. Вот это вот вся. Ну, давайте тут напишу А, Д, вопрос. Как-то так. Хорошо. Что тут важно тоже заметить? Вот эта вот фразочка, да, что у нас точка М равноудалена от всех вершин четырехугольника. Что это значит? Это значит, на самом деле, что этот четырехугольник можно вписать в окружность, и точка М будет центром этой окружности, да? А как у нас радиус? Это расстояние, получается, одинаковое от центра окружности до любой точки на окружности. Вот. То есть, радиус равноудален от центра. Точнее, центр равноудален от любой точки на окружности на расстояние радиуса как раз таки. Так вот, получается, что точка М – это и есть у нас центр окружности, которая описана около четырехугольника. Показываю, как вообще может быть окружность описана около четырехугольника. Во-первых, если окружность описана около четырехугольника, чертить себе не нужно, просто посмотрите, я потом это сотру. Просто нужно понимать, что мы, в принципе, этот четырехугольник сможем вписать в окружность. Чтобы, если четырехугольник у нас вписан в окружность, это означает, что у него все вершинки лежат на окружности. То есть все четыре вершинки на ней будут лежать. Так как точка «и» у нас равно удалена от всех этих четырех вершин, у нас получится описать окружность около этого четырехугольника. Хорошо, получается. Отлично. У нас вписанный четырехугольник. Это четырехугольник, у которого все вершины лежат на окружности. И что дальше? Что нам это дает? Получается, что наш четырехугольник можно вписать в окружность. То есть мы эту окружность сейчас сотрем. Чтобы она нам не мешала. Точка «и» равна удалена от центра. От какого центра? От всех вершин. Всех вершин. Получается, что точка «и» – это центр окружности, описанный около этого четырехугольника. Центр, описанный окружностью. Хорошо. И у нас есть теорема о том, а вообще какой четырехугольник можно вписать в окружность. И что нам дает то, что четырехугольник можно вписать в окружность? На самом деле четырехугольник можно вписать в окружность, только если суммы его противоположных углов равны. Давайте покажу, как это, если я возьму окружность и любой четырехугольник, чтобы я могла какой-то четырехугольник вписать в окружность, что должно быть? У меня должны суммы противоположных углов быть равны. Помните, мы с вами в самой почти первой задаче, да, в 16-й, по-моему, задаче в этом видео смотрели теорему о том, что если четырехугольник, наоборот, описан около окружности, если он снаружи, та окружность внутри, то там суммы противоположных сторон были равны. Тут наоборот. Если четырехугольник внутри окружности, то суммы противоположных углов будут равны. Тут альфа, тут бета, например, тут гамма, тут пусть будет фи, например, да. Получается альфа плюс бета равно гамма плюс фи. Сумма противоположных углов равна. И так как сумма вообще всех углов вот этих, этого, с этим у нас 360 градусов, каждая сумма будет по 180 градусов. Короче, условие для того, чтобы можно было четырехугольник вписать в окружность, это то, что у этого четырехугольника обязательно суммы противоположных углов должны быть равны и равны 180. Получается, если мы с вами поняли, что этот четырехугольник можно вписать в окружность, получается, у этого четырехугольника суммы противоположных углов равны и равны 180 градусов. То есть угол А в четырехугольнике плюс угол С равен 180 градусов. И отсюда мы, кстати, зная угол С, тут мы выписали сколько, можем найти угол А. Давайте сразу найдем. Это 180 минус 132 градуса. То есть это у нас 48 градусов. Это угол А. 48 градусов. Хорошо. И мы знаем, что угол В плюс угол Д равны 180 градусов. И получается, угол Д будет равен 180 градусов минус угол В, который у нас равен 108 градусов. Вычитаем. У нас получится 72 градуса. Это вот здесь. Отлично. Что дальше? А дальше мы с вами, получается, нашли угол А, нашли угол Д. И нам нужно найти вообще сторону АДы. Если что. Найти сторону АДы. Мы пока не знаем особо никаких сторон. Мы знаем вот одну сторону. При этом у нас просто четырехугольник, который ни трапеция, ни параллелограмма, у которого там противоположные стороны равны, например, и так далее. То есть мы не можем найти как будто бы другие стороны. Но пока что, посмотрите, у нас как будто бы получается все с углами. То есть, например, мы нашли вот эти углы спокойненько здесь. И мы можем, например, видим, что у нас тут равнобедренные треугольники получились. То есть мы можем все углы сейчас в этом равнобедренном треугольнике найти, например. То есть попробуем по углам пройтись, найти другие углы. И, может быть, нам это что-то даст. Потому что пока что непонятно, что еще можно сделать со сторонами. Кроме того, что вот эти кусочки равны, и что вот это равно 22, мы ничего не знаем. И от этого никуда перейти не можем. Получается, если это равнобедренный треугольник, вот у него боковые стороны, вот у него основание, углы при основании будут равны. То есть если здесь 72, то тоже 72. Можем найти вот этот угол, например. Либо можем перейти вообще в этот треугольник. Мы же знаем весь угол С, чему равен. Посмотрите, угол С – 132 градуса. Можем найти вот этот угол. 132 минус 72 – это у нас 60. Смотрите. То есть весь угол С, еще раз, 132 градуса. Это дано нам. Тут кусочек 72. Значит, 132 минус 72, 60 – это вот здесь. Получается, тут вот будет 60 градусов. Хорошо. А он равнобедренный тоже, посмотрите. То есть вот это основание, здесь 60 градусов, здесь, значит, тоже 60 градусов. А какой будет третий угол в этом треугольнике? Тоже 60 градусов. Сумма углов треугольника же 180. 60 плюс 60 – это 120. И еще 60 нужно, чтобы получилось 180. То есть и этот угол тоже 60 градусов. Что нам это дает? Это дает, что треугольник получился правильным или равносторонним. По-другому, да, когда все углы одинаковые в треугольнике. Это правильный треугольник, которым все стороны тоже равны. То есть здесь 22, здесь 22, здесь 22. А эти отрезки такие же, как этот. Получается ту 22, ту 22. И сама АД у нас будет 44. Вот примерно так. Наверное, я не буду расписывать прям полностью через углы, что мы сделали. Если потеряли немножко нить, если хотите для себя записать, можете отмотать немножко назад и вот прям записать по очереди. То есть мы, получается, нашли этот угол вот здесь. Потом, так как треугольник вот этот равнобедренный, СД основания, получается 72 градуса этот угол, так как мы знаем угол С, 132, и знаем здесь 72. 132 минус 72, получается 60 вот здесь, так как этот треугольник тоже равнобедренный. Вот это основание. Тут у нас тоже будет 60. И мы находим третий угол этого треугольника. До 180 не хватает 60. Или 180 минус 60 и минус 60, минус 120. Да, будет 60. Хорошо, здесь получили. Поняли, что он у нас тогда равносторонний. Из этого делаем вывод, что БМ, СМ, БС, они равны 22. АМД и АМ у нас тоже равны им, то есть тоже равны 22. И получается вся АД у нас 44. Все, ответ будет 44. Ну что, мы с вами решили все задачи по геометрии из одного варианта. И, конечно, я надеюсь, что вам понравился разбор и что вы примерно поняли сложность заданий, которые встречаются в разных номерах. Примерно понимаете, к чему готовиться. И если вы хотите готовиться вместе со мной, пройти абсолютно все темы ОГЭ, можете переходить по QR-коду либо по ссылочке в описании для того, чтобы узнать подробнее о курсах подготовки. Также я вам напоминаю, что в описании есть ссылочка на мой канал открытый, в котором есть много полезных файликов, в том числе, например, файлик со всеми формулами по алгебре для ОГЭ, по математике, в том числе там отмечала, что вам дается в справочных материалах, а чего не будет в справочных материалах и что стоит разбирать, проходить. Я вас жду на следующих занятиях. Всем пока-пока, хорошего вам настроения. Продолжение следует...